Расстояние между проволокой в корабельном ограждении около 1 миллиметра. Почти ювелирная работа с пинцетом и тонким паяльником. У Михаила Абашидзе на это ушло около трех недель. Сам процесс, что получится в результате, интересно. Это модель атомного ракетного крейсера «Петр Великий». Специальный набор отливок из пластмассы может купить каждый. Другое дело довести изделие до такого стендового образца. Помимо этого, внутри установлены двигатели и система управления рулями. А также необходимая электроника. Михаил отправится на международный фестиваль судомоделистов, который откроется в Краснодаре уже в ближайшие дни. Вместе с авторами еще двух моделей. Уже в другом классе. Они выполнены с нуля по специальным чертежам. Для этого здесь есть целый завод в миниатюре. Наждачный станок. Ну, естественно, он здесь обрабатывает. Потом сверлильный станок. Затем самодельные есть. Вот циркулярочка маленькая. Из таких вот с виду бросовых материалов, если правильно подогнуть, подточить, подкрасить, получаются детали полностью имитирующие оригинальные детали. Это польский сторожевой корабль. Никита пришел в кружок два года назад. Примерно столько уходит на создание такой модели в режиме хобби. Как говорит он сам, энтузиазм появился в буквальном смысле вместе с обводами корабля. На моменте, когда я уже начал заниматься моделировкой, я думал, ну, когда я уже начал работать, поставил движки, я понял, уже отступать нельзя, надо действовать, продолжать работать. Сначала была самая скучная, это работа над корпусом. Это надо было его вечно шпаклевать, обрабатывать. Порой хотелось даже бросить, но я не отступал, продолжал работать. Даже это еще не корпус, да? Нет, нет. То есть, получается, сначала вот это. Денис Хайдуков показывает деревянную основу, вокруг которой формируется так называемая матрица. В нее укладывается стеклоткань и заливается эпоксидной смолой. Это модель торпедного катера с достаточно сложной для изготовления формой корпуса. Из-за того, что у него палуба, она специально для этого сделана, потому что у него скорость 46 узлов. Когда он идет на полной скорости, она становится ровно, и получается, у него нос задирается. На воде модели ведут себя так, как заложено конструкторами их прототипов. Юные корабелы уже рассуждают почти как инженеры. Денис не исключает, что в будущем станет кораблестроителем. В его активе третье место на краевых соревнованиях. Каждая такая победа – дополнительные баллы при поступлении в профильный вуз. Если говорить о предстоящем фестивале и потенциале команды в целом, то руководитель достаточно осторожен в прогнозах, так как мероприятие международное. Это своего рода и учеба. Посмотреть, поучиться у других. Может, где-то и многие, и норосы спрашивают. Но мы работаем в полную силу. Ребята, как говорится, заряжены. Вот. Молодцы. Сегодня в судомодельном кружке Анапской станции юных техников занимаются более 70 ребят. По словам руководителя, за два года сложился костяк из тех, кто настроен на участие и победы в соревнованиях. В планах руководителя организовать в Анапе собственное первенство. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.